Мы все очень счастливы, что выборы прошли достойно, что у нас та кампания, которая была накануне выборов и сопровождалась всякими рисками, анализ работ и анализ трудов кандидатов, член-корреспонденты и академики вызвал большое возбуждение в обществе. Мы внимательно все это проанализировали, экспертные советы пересмотрели, выборы состоялись. У нас избрано в общей сложности около 250 новых членов Академии, хотя было около 300 вакансий, так что потихонечку мы сокращаем численность нашей Академии. Скажу откровенно, что вначале мы планировали давать 50% мест, но в процессе дискуссии президент решил все-таки оставить, скажем, две трети кандидатских мест. Так что Академия пополнилась очень достойными учеными. К сожалению, я не всех знаю, но в области физики я знаю, что избраны великолепные ученые, очень сильные. Вот, например, в астрономии избран Женя Чуразов, Института космических исследований, достойный молодой академик, автор огромного количества трудов, работающий в актуальных направлениях. В общем, у него впереди еще большое будущее. С физико-технического института сам избран Андрей Быков, выдающийся астрофизик, его знает, весь мир избран членом по респондентам. Так что у нас очень и очень сильное пополнение. Во-вторых, у нас выборы эти были необычны тем, что мы провели две научных сессии. В ходе выборов это тоже большой риск. Мы боялись, что эти научные сессии, не могут как-то нам всю программу сместить. Но все прошло очень благополучно. Сессии были исключительно интересные. Гуманитарная сессия, связанная с состоянием нашего общества и вообще всего нашего человечества, исключительно интересная. И все слушали, независимо от специальности, с большим интересом, я все доклады прослушал. Сессия, связанная с периодической таблицей элементов Менделеева. Это у нас год Менделеевский завершается. Это тоже исключительно интересно и важно для нашей страны. Так что я в общем считаю, что когда мы сейчас подобьем итоги голосования на общем собрании, мы все будем очень довольны, что выборы 2019 года прошли успешно и Академия стала сильнее и нацелена в будущее к новым победам.